Заросли с человеческий рост. Но зеленый источник наркозависимости и наживы скосили триммером и зарыли в землю. Именно так с конопляными плантациями казаки борются по всему Донскому краю. Итоги вчерашней зачистки предстоит подвести, но предыдущие показатели и без того впечатляют. Начиная с 2018 года у нас в Ростовской области проводится эта акция. В прошлом году у нас было собрано более 50 тонн. В предыдущие годы было более 90 тонн собрано. На данный момент в Константиновском районе уничтожили 10 тонн дурмана на площади в 3 гектара. Здесь работают в прямом смысле слова по плану. Перед тем, как выехать на зачистку, конники проводят разведку, выявляя самые обширные очаги. Маршруты меняются, патрулирование во время весеннее, летнее. Это по берегу Дона, по бывшим сельхозугодиям. Вот именно это поле, допустим, обнаружили. Это конная дружина. Это не пеших. Пеших, потому что за территорией города пеших маршрутов нет. Как не бывает пусто и свято место. Вот и на эту бесхозную землю в муниципалитете имеются задумки. Мы уже не первый год выявляем такие очаги. И в частности на этом месте мы планируем для исключения возникновения таких очагов сформировать земельный участок. К нам уже поступили предложения от предпринимателей для организации на территории Константиновского городского поселения приюта для бездомных животных. Таким образом местные власти убьют сразу двух зайцев. Наведут порядок, избавив окрестность города от конопли и решат актуальный для жителей вопрос содержания безнадзорных кошек и собак. Наталья Самойлова, Владимир Трофимович, Дон-24, Константиновский район.